здравствуйте дорогие мои друзья соратники случайные зрители ну и конечно же оппоненты вам господа я хочу выразить отдельную благодарность потому что именно вы заставляете меня искать какие-то новые факты и доказательства несостоятельности ваших утверждений которые вы кстати ничем не подкрепляете в общем спасибо вам большое берегите себя так как вас очень мало ну а я прежде чем приступить к подробнейшему разбору дорог на кольском полуострове хочу начать с новости опубликованную недавно в журнале science в норвегии археологи провели раскопки в заснеженном высокогорье в центре страны где на протяжении уже нескольких лет тает ледник и обнаружили древнюю дорогу которая активно использовалась тысячу лет как сообщает этот журнал кстати science в переводе на русский наука и между прочим это не какой-то там таблоид а уважаемое всем мировым сообществом научное издание в общем речь идет о торговом пути который был веками скрыт под ледником а в 2011 году путешественники обнаружили в заснеженных горах центральной норвегии остатки туники возраст который составлял 1700 лет с тех пор перевал регулярно исследуют археологи за прошедшие годы они обнаружили сотни артефактов а после экстремального таяния льдов в 2018 году было сделано главное открытие ученые установили что здесь пролегал крупный торговый путь ученые считают что дорога появилась в глубокой древности самые ранние артефакты найденные здесь относятся примерно к 1750 году до нашей эры в общем кто хочет ознакомиться со статьей целиком я разместил у себя на странице вконтакте и также на странице в фейсбуке ссылки будут в описании а я в свою очередь хочу поздравить товарищей норвегов с открытием еще одной дороги теперь у вас их целых две но самое странное в этой статье знаете что нет не датировки там нет упоминания о немцах хотя норвегия была оккупирована в 1940 году и вот как так получается в соседней норвегии могут быть древние дороги их изучают у нас нет чем наш это хуже ну вот посмотрите первое фото это норвежские дороги остальные то наш в предыдущем выпуске о древних дорогах если кто-то с ним еще не ознакомился ссылка также будет в описании я совсем забыл опровергнуть еще одну версию которую тут же и безапелляционно выдвинул один ну скорее всего случайный зритель по его мнению все дороги на кольском полуострове построили наши военно-пленные причем знаете что меня больше всего забавляет сторонники версии о строительстве дорог немцами но или там военнопленными причем абсолютно неважно какими нашими немецкими приводят в качестве примера одну единственную дорогу пароварскую ну или же как они называют швабская одну понимаете и когда я начинаю в качестве своих доводов показывать им другие дороги в качестве дальнейшей аргументации служит фраза ну что-то типа сам дурак и все но у меня то не все поэтому давайте подробно рассмотрим версию о причастности советских военно-пленных строительству древних дорог товарищ майор тщательно и досконально разобрался в данном вопросе и мы отвечаем нет основная старая дорога нанесена на карты еще в 19 веке и по современной привязке совпадает идеально немцы строили только соединение этой дороги с титовской схему немецкой дороги прилагаем на схеме работ прекрасно видно где сосредоточены и работают инженерные части отрезок указан советские военнопленные действительно привлекались дважды но это были второстепенные и незначительные по протяженности участки тыловых дорог ну и конечно же наглядным доказательством является качество таких вот дорог и я не говорю о том что внешне они не имеют даже приблизительного сходства но что самое интересное но вот эти две дороги которые строили военнопленные все документы присутствуют а где документы на остальные дороги и всего вышесказанного следует простой и ненавязчивый вывод все версии которые выдвигают мои оппоненты являются несостоятельными потому что обоснованием этих версий служат фантазии моих оппонентов а теперь наконец-то давайте перейдем к делу а начнем мы пожалуй со специального репортажа который любезно предоставила нам наша соратница из германии привет локи вот я сейчас приехал на то место где я и без обещала вам снять маленькое видео на тему дороги в мартале дорог ты понимаете здесь конечно много вот самое интересное в том что вот там вот там вдали это проходит основная дорога дорогу которую вы видите эта дорога среди полей которая собственно говоря практически не используется ну конечно здесь машины проезжают для сокращения пути но собственно говоря на этом все и заканчивается вот вы видите эту дорогу ручная кладка камень понятно да вот и это можно все увидеть это вот идет туда вдаль и километры 4 наверное то есть когда мы вот это увидели в первый раз мы задались вопросом прекрасная дорога камушек камушку вбитая и она не основная то есть я говорю что основные дороги вот там то есть мы вообще не понимали почему среди полей проложены вот эти дороги ведущие собственно говоря в никуда здесь не заводов здесь но сплошные поля и все даже домов нет как вы видите да то есть собственно говоря вот такие второстепенные дороги но такое качество потом лишь мы узнали для чего эти дороги сделано вы смотрите вот здесь вот направо сейчас и так вот развернусь постараюсь вам показать вот видно такая вот эта горка вот эта горка да называется тут в народе гитлеровская горка почему потому что с нее гитлер с 33 по 37 годы толкал свою знаменитые всякие свои речи толкал и вот здесь вот народ праздновал сбор урожая да то есть он проводил такие под прикрытием праздника сбора урожая свои всякие политические ну не то что собрание даже не знаю как это назвать в общем вы меня понимаете он тут толкался свои речи вот и готовился к войне конечно а вот эти дороги почему они здесь такие вот именно такого качества потому что здесь вот он потому что здесь шел показ военной техники здесь шли танки всякая тяжелая ну всякие тяжелые машины вот в общем для этого это все использовалось почему здесь вот именно такие дороги вот но это мы потом узнали конечно сначала мы были просто очень-очень и скажем так удивлены вот вот что я вам хотела показать рассказать вот сейчас еще сделала вам пару фотографий потому что может быть видео не знаю как видео у меня пройдет вот но в любом случае фотографии вот вот так что если у вас какие-то будут вопросы конечно могу вам еще с другого как бы место снять ну вот вот так все пока пока ну что посмотрели ну и как любит говорить миша вольнодумец я закрываю канал и мы разбегаемся потому что подобного рода дороги в германии все-таки есть и казалось бы все ответ найден вот дорога вот германия но и тут оказалось не все так просто в приватной беседе с нашей соратницей выяснилось что эта дорога на данный момент одна протяженность ее всего три километра что строилась она по личному распоряжению адольфа алоизыча для демонстрации военной техники и для ее строительства было привлечено 1800 рабочих и вот тут к сожалению не уточняется 1800 всего или только тех кто укладывал камни ну хорошо пусть будет всего и так 1800 человек дорога всего три километра ну и соответственно это был тридцать третий год кстати если я не ошибаюсь то именно в это же время сеньор муссолини занимался раскопками древнего рима но это так просто вспомнилось ну и официальные источники сообщают нам что эту дорогу строили три месяца ударными так сказать темпами у меня на данный момент нет оснований не доверять официальным источником потому что ну тут все понятно и логично строительство данной дороги это грандиозное и масштабное событие триумф воли военные парады массовые выступления гитлера ну и все такое я надеюсь что наша соратница получит все необходимые документы сметы и так далее и тому подобное касающиеся строительства этой дороги ну а если не получит то мы будем рассматривать другую версию ну например как в италии я сейчас даже не буду говорить о том что дорога несколько не такая да она классная качественная но в том-то все и дело что только похоже тут важно другое эта дорога изначально не планировалось как автобан ну а теперь с вашего позволения я перейду к некоторым техническим особенностям и характеристикам уже наших кольских дорог и начну я с общей особенности этих дорог дело в том что они сделаны оптимально с точки зрения логистики между конечными точками невзирая на рельеф местности другими словами строители этих дорог не обращали внимание ни на болото не на сопки которых в изобилии на пути а четко вели дорогу к искомой точке для примера приведу тот факт что если сейчас проехать от той точки где на современную трассу выходит луастарская дорога до непосредственно луастаре то получится крюк почти в 40 километров ну или вот еще весьма показательный пример древняя дорога от зазерска доведя его да да вы не ослышались именно древние так как она есть на всех картах начиная с 17 века я говорю сейчас о той дороге которая идет через бывшую полста вторую площадку расстояние от зазерска доведя его там примерно где-то километров 25 но может быть 27 ну а если ехать по современной дороге то расстояние будет 90 километров существенная разница не правда ли второй общей особенностью является то что дороги выполнены из разноразмерных валунов уложенных определенным логичным порядком и эти дороги именно уложены они насыпаны и выровнены но на этом общее у дорог заканчивается и надо рассматривать каждую в отдельности несмотря на то что подобных дорог на кольском полуострове великое множество дабы не создавать путаницу для примера мы возьмем два типа дорог лоастарскую и пароварскую просто потому что они более менее известны лоастарская дорога выполнена по принципу римских дорог внизу уложена подушка в углублении из песка и гальки а сверху вымощена валунами с выровненной лицевой поверхностью данная конструкция дороги обеспечивает достаточно высокий срок службы и предотвращает ее разрастания и заводнения одновременно с этим дорога выровнена с общим ландшафтом и позволяет маневрировать на обочине дороги увеличивая ее пропускную способность таким способом с незначительными изменениями в использовании разных пород и величины верхних камней мостовой выполнено большинство старых дорог на участках от старого селения мотка в сторону реки западные лица для удобства по сравнению такие типа дорог мы называем римскими как оптимально подходящие под этот термин конструкции а вот пароварская дорога построена совсем другим и более сложным способом данная дорога на всем протяжении выполнена на пирамидальной выложенной валунами основе нам пришлось долго подбирать формулировку потому что мы просто не нашли аналогов подобного ну за исключением разве что древних экведуков выполняющих две функции подачи воды и также дорог на протяжении более 20 километров сохранившихся до наших дней эта дорога выполнена в одном инженерном решении она поднята над поверхностью земли на 2-3 метра в зависимости от ландшафта сложенными в пирамидальную конструкцию валунами без связующего раствора имеющих просыпки верхней части в виде подушки из песка и гальки которую в свою очередь сдерживают от просыпания внутрь подогнанные друг другу камни а есть еще одна удивительная вещь проходя по самому берегу водоема и оставаясь совершенно ровной дорога выложена и в воде на разных глубинах повторю чтобы заострить внимание именно выложена камень камню они насыпаны и выровнены есть еще одна интересная деталь поверхность самой дороги как в ее поперечной части так и линейная на больших участках выровнена невзирая на неровности поверхности даже огибая сопки уровень дороги остается одинаковым из-за этого на дороге практически отсутствуют крутые подъемы и спуски тот кто хоть раз побывал на кольском полуострове может представить себе местные ландшафты и какой колоссальный труд вложен в строительство этих дорог при этом ширина начинается ну где-то от полутора метров но не превышает четырех делая ее тем самым абсолютно непригодной для нужд современной да и вообще какой-либо известной логистики единственное что приходит на ум это железная дорога но и то с очень большим натягом единственным и очевидным остается тот факт что движение по подобному роду дорогам могло быть только односторонним если к таким дорогам как у астарская урагубская или та что идет через приличный в общем к тем которые мы называем римскими можно хоть как-то привязать известные современной цивилизации виды транспорта то к другому типу дорог товарищ майор решил назвать их арийскими я не совсем согласен с этим названием но пусть будет что будет но не называть же их пирамидальными или тетрисоподобными так вот именно к этому типу дорог я лично пока не могу привязать никакой транспорт хотя опять же товарищ майор выдвинул версию что по таким дорогам могли передвигаться конные всадники и весьма неспешно но и тут возникает целый ряд вопросов ну допустим едет себе всадник а навстречу ему другой и ладно эта встреча происходит на относительно ровной поверхности и с учетом того что дорога 4 метра они два например а если они встречаются в такой ситуации справа стена а снизу пропасть метров 15-20 как тут быть или допустим справа сопка а слева озеро тут даже на 4 метровой дороге с трудом разойдешься можно конечно если лошадь также уверенно движется задом как и передом а если дорога значительно уже и таких дорог тоже очень много тут как быть или это были всадники с рациями тогда зачем у меня вообще возникает ощущение что два этих типа дорог строились абсолютно в разное время но об этом мы поговорим позже а сейчас давайте подведем промежуточный итог чтобы я больше не тратил ваше время на опровержение несостоятельных версий мы с вами выяснили что нацисты не имеет никакого отношения к строительству данных дорог и даже у себя в германии хоть и построили похожую дорогу но тут ключевым фактом является что она именно похожа они в точности такая же это как сравнивать великую пирамиду и масштабу с советскими военнопленными мы также разобрались более того мы досконально выяснили кем на самом деле являлись эти военнопленные и что они по факту строили для тех кто впервые на моем канале и не смотрел этот выпуск ссылка будет в описании также как и другие ссылки имеющие то или иное отношение к данной теме включая предыдущий фильм о древних дорогах кольского полуострова также я не буду рассматривать версию о строительстве древних дорог самыми и монахами хотя о том кто такой трифон зачем и как он попал на кольский полуостров я обязательно расскажу и расскажу подробно потому что этот деятель имеет самое прямое отношение к затрагиваемой мной теме также я обязательно расскажу вам о другом персонаже имя которого стало нарицательно речь пойдет о неке воине совместно с товарищем майором мы вам наглядно докажем что этот персонаж существовал в реальности но для тех кто нетерпелив и уже сейчас хочет знать больше в качестве подсказки на этой фотографии есть его фамилия неожиданно да также я обязательно вам расскажу откуда древние строители брали материал для строительства дорог хотя наверное вы уже и так догадались что следующий фильм будет о древних пещерах кольского полуострова но ближайшей своей экспедиции которая состоится в конце июля я постараюсь отснять как можно больше материала касающегося не только древних дорог вернее их разнообразие и количество но также постараюсь показать вам перекресток по максимуму если конечно он мне это позволит в общем давайте пока не будем загадывать дабы раньше времени не смешить сейт но я могу вам точно пообещать что я приложу максимум усилий и вот уже потом когда мы во всем разберемся все расставим по полочкам мы перейдем к той самой теме кто же и когда построил древние дороги ну и конечно же пещеры ну а сейчас я хочу закончить свой выпуск и сказать вам до до свидания всего вам доброго до свидания всего вам доброго